Здравствуйте, дорогие подписчики! А сейчас мы обсудим, как же включать музыку, если вы занимаетесь по скайпу. Вы можете включить музыку со своего компьютера, но тогда преподаватель не будет её слышать, а будет слышать только ваш голос, и то, если звуковой канал наложится один на другой, происходит такое подавление, и тогда и ваш голос тоже не слышно, видно только, как вы открываете рот. Поэтому самый лучший вариант, это если у вас есть второй ноутбук, или, в крайнем случае, телефон, или, может быть, музыкальный центр, куда можно вставить флешку с минусовками, вы включаете музыку с этого устройства, но также плеер подойдёт, в который вставляется колонка внешняя, и вы поёте, и тогда вас преподаватель слышит с музыкой хорошо, и голос, и музыку, и легко отследить какие-то ошибки, дать рекомендации. Если же музыка включается только с компьютера, можно в скайпе нажать на два квадратика, и дать доступ преподавателю к вашему экрану и к звуку. Но будет ли слышно преподавателю хорошо, как вы поёте под эту музыку, или нет, это уже зависит от качества связи, и от устройства, как и у вас, так и у него. Так что вот этот вариант, он под вопросом. Есть ещё вариант, что преподаватель сам включает у себя на компьютере музыку, и также её транслирует вам, даёт доступ к звуку. Тоже зависит от связи, как будет это всё звучать. Поэтому лучший вариант – это внешнее устройство, то есть второй ноутбук, компьютер, телефон, плеер. И так же акапельно, без музыки вы можете петь, и голос будет слышно. И как минусовки пересылать? Либо вы заранее готовите минусовки для работы по скайпу, кстати, вот есть такой сайт x-, можете в поиске найти, там очень много минусовок. Или можно переслать файл прямо в скайпе, и прямо там его включать. Они, конечно, хранятся не совсем долго, но это хватает. То есть, наверное, полгода, может, месяца три, вот так вот и хранение файлов там есть. Если что, можно заново отправить. Ещё есть вариант, если в скайпе файл не открывается, или это неудобно, отправить ссылку на облако. То есть, вот я обычно ученикам загружаю минусовки, и отправляю на облако ссылку, и можно открыть в браузере, включить на Play, либо можно скачать к себе. И вариант ещё, что вы просто заранее их подготовите, и будете включать. Конечно, хорошо, чтобы у вас заранее была готова папка, в которой бы лежали минусовки, и плюсы тоже. И у преподавателя тоже должны быть плюсы, потому что, если вы разбираете какую-то песню по нотам, то нужно, чтобы вы оба её хорошо слышали, могли бы прокручивать определённые места, повторять. Если у вас есть ещё какой-то вариант передачи файлов, поделитесь с ним в комментариях. А в следующем видео мы продолжим тему про скайп. Субтитры создавал DimaTorzok